Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня греша. Номер 890. Событие дня. Откровение 10.6. Времени уже не будет. Эфесянам 5.16. Дорожа временем, потому что дни лукавы. За 24 мая 2018 года. 1 Коринфянам 7.29.31. Я вам скажу, братья, время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром с ним, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. Наталья Чернова. Класс. Спаси Христос вас, Игнатий Тихонович. Я так рада, что смогла повидать вас и пообщаться с вами. Она была сыном Илюшей у нас в гостях в прошлом году все лето. Лагеря-то нету, а так в деревне приезжают, гостят. Галина Влеська. Пересылаю вам мое письмо для НК Никиты Колесникова. Мир вам сосредоточится на цыплятах. И в храме стой там, где сказал Игнатий Ильич Лапкин. Вышикни себя из списка учителей. По возрасту тебе рановато. По-духовному, конечно. Рановато я тридцатилетний еще. Не говори никогда о своих подвигах в работе и послушании. Никогда тебе тоже рановато. Обольститель не спит. Всегда рядом. Сделал? Сделал Богу. У каждого есть своя человеческая правда. Но Божия правда одна. Успокойся и следуй за Христом. Ты же понимаешь, кто искуситель и локомотив этих женских тем. Ни миллиграмма уныния. Желать тебе молитвы в радости. И враг отойдет. Господи, помилуй. Крести на ночь плоть, что ниже пупка твоего. И свою постельку. Поверь моему длительному опыту в православии. Лучшего места нет для души, как около отца Акима. Самое сложное подавление – это подавление родовой особенностей характера. Вспыльчивость, торопливость мыслей, раздражительность и прочее, прочее. Легион. Учись первым просить прощения у людей. Даже если ты не прав, в этом христианском дух сберегается. В нашем немощном тельце. В нашей семье мой тяти-коммунист складывал руки на груди, как перед причастием-то, и произносил «Простите меня, дурака, Христа ради!» И даже мог и на колени встать перед нами. Очень редко, но было такое. Ошибался и каялся. Тятю так его мама унаучила, которая из двух платков до смерти своей не вышла. «Моя бабушка Пороскева. Отошел тятя по-христиански. Слава Богу! А тебя чему учили из христианства? Да и меня!» Крохи сглатывали. Крепко всыпись в сапоги Игнатия Тихонича Лапкина. Вытащит молитвой, да и сам выдавливай слезу молитвенную. Проси Христа помочь тебе слезами. Больше читай псалтырь. В скорби хорошо помогает. И учи псалмы. Мы не одиноки. Христос посреди нас. А в нете урежь себя сам. В интернете. Благодаря неустанно Бога за все. Отметай всех подстрекателей вашей дружбы с ИТЛ. Никто не будет воспитывать в нас христианский характер, кроме ИТЛ. Проси прощения у слабой половины деревни при батюшке. Переломи себя и разверни события к продолжению добрых отношений с селянами. Они все разные, но очень добрые и с понятием. Что не попросят, делай бегом. Будь им первым помощником. Нет сил, попроси у Христа. Понимай, кто играет нашим телом и мыслями. Гони его крестом и молитвой силой счастного, животворящего креста. За тебя же молимся. «Скорби нам в радость, размышляй, или скорби нам в радость. Размышляй больше о небесном, но и с людьми учись ладить и жить в мире. Всегда проверяй свою волю и советуйся с отцом Акимом. Помни, самое тяжкое зло – язык твой. Ты редко улыбаешься с Богом». Она попросила, там написала, переправить, чтобы Никите два раза вот это все. Я взял, переслал. Никита мгновенно прям почти ответил. Видимо, подошел к этому времени. Я ответил так, что я пока не осмеливаюсь выставить. Думаю, он может раскаяться и выставил все товары, что есть. Вот по такой-то цене можете покупать. Мне лишь бы билет до Москвы. Ни с кем не советую. То, что она говорила здесь, вот Галина Алексеевна, это блестка, все для пользы и спасения души. Ни по данной строчке ничего нет. Сам по себе раз, все сделал, уехал в Москву. Ну, не уехал еще. Я вижу, сегодня еще здесь. Ну, так нельзя. Это ничего не... А я приготовил тут такой ему подарок. Приехать, думаю, вот это вот. Сколько времени уже? Не знаю. Осталась одна... Ну, неделя и день один. Сегодня у нас пятница. А ехать-то туда в субботу будем. Ну, и все это. Как ему дальше делать, как что поступать. Проще это. И главное, что у меня было, этого не было такого. А здесь и ролики выставил, где там девочки нажимают ногами на мальчиков, они на коленях ползут. Ну, какая-то там воспитательница вот так решила унизить мальчиков якобы. Ну, это еще как придется. Он, мальчик-то вырастет, это ради смеха сейчас делает. А дальше-то, ну, ясно дело, что будет мне так все. Юрий Соболев встретил у преподобного Исаака Сирина истинная поэзия Игнатия Тихоновича. Послушайте, кавычки. Веру же, разумеем, не ту, какую человек имеет в рассуждении разностве достопоклоняемых божественных ипостасей и чудного домостроительства в воплощении восприятием нашего естества. Хотя и сия вера крайне высока, но веру, воссеивающая в душе от света благодати, умным свидетельством подкрепляющую сердце, чтобы не поколебалось оно в несомненности надежды, далекой от всякого сомнения. И вера сия обнаруживается не в приращении слуха ушей, но в духовных очах, которые видят и сокрытые в душе тайны, невидимое божественное богатство, сокровенное от очей сынов плоти и духом, открываемое тем, коей питаются страпезы Христовой. В поучении законом Христовым, как сказал Господь, если заповеди мои соблюдаете, пошлю вам утешителя Духа истины. Его же мир не может приятия, и той вы научит всякой истине. Исаака Серина. Неужели это в Сирии такие были люди тогда? И сейчас какие сравни? Я отвечаю. Иоанна 14, 17, 26. Я отвечаю. Иногда, если хочется побыстрее заснуть при шуме в окрестности, тогда беру стихи Маяковского, лёжа, Владимир Владимировича, и я уже поплыл. Данное определение поэзии можно читать будет только в Царстве Небесном, если, конечно, там будет такая возможность дана. Евгения Трапко. Слушал сегодня толкование на Златоуса, на Евангелие от Матпея, беседу с 73-ю, и вспомнил Никиту. Его соблазны, искушения в храме от его взглядов на женщин. Повторяю, не просто на женщин, а когда он сказал, когда наклоняются, у нас не облегающих на одежде, ну совсем по глупости заговорил-то, ну зачем, без совета, без всего ляпнул, а теперь мгновенно, одним махом всё разрушил. И вот было у Романа точно та же история. У этого, значит, плоская земля, а у этого выпуклый зад. Вот о чём споткнулись-то. А у них нет. У нас стоят они, ну, где-то он видел на Украине, чтобы а также дети были. Все, такой порядок. У нас женщины с первого дня стоят слева, мужчины справа. Тебе зачем головой-то крутить-то? Ну, смотри вперёд, да и всё. Прежде выслушай, что ты произносишь, когда поёшь? Да направится молитва моя, как фимиам пред лицо твоё. Это Ян Златоуст говорится. И о чём говорит? Да как раз в тему Евгений прислал-то. Псалом 140-й, второй стих. Но если не фимиам, а смрадный дым восходит от тебя и от твоих дел, то какому не достоин ты подвергнуться наказанию? Что же это за смрадный дым? Это знают многие. Именно те, которые заглядываются на красивых женщин и высматривают привлекательных девиц. Неудивительно ли ещё, как не разразятся удары грома и не разрушится всё до основания? Действительно, стоит громов и гиены то, что здесь бывает. Но Бог по своему долготерпению и великой милости удерживает до времени гнев свой, призывая тебя к покаянию и исправлению. Что ты делаешь, человек? Высматриваешь красивых женщин и не трепещешь, нанося такое оскорбление храму Божию. Уже ли ты считаешь церковь непотребным домом и ставишь хуже площади? На площади ты боишься и стыдишься быть примеченным, что высматриваешь женщин. А во храме Божьем, когда сам Бог беседует с тобой и угрожает за такие поступки наказанием, ты блудодействуешь и прелюбодействуешь в то самое время, когда слышишь, что не должно этого делать. И ты не трепещешь и не ужасаешься. Этому научает вас соблазнительное зрелище, то есть кино, телевидение, интернет сегодня. Это неистремимая язва, вредоносный яд в сети, из которых трудно избавиться попавшимся в них. Удовольствие и вместе погибель для сладострастных. Вот почему и пророк в своем обличении говорит, но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корысти. Ну, конечно, тогда не было главстих, потом уже перевозчики вот все поставили. Так хорошо сейчас. Иеремия 22, 17. Лучше таким людям быть слепыми и лучше быть больными, чем так злоупотреблять зрением. Надлежало бы иметь внутри храма стену, стену ли, которая отделяла бы вас от женщин. Но как вы не хотите этого, то отцы признали необходимым отделить вас, по крайней мере, этими деревянными досками. В древнее время же, я слыхал от царцев, не было и таких стен. Нет мужеского пола, ни женского, ибо все воодного Христе Иисусе. Как он мог так все знать? В то время не было ни симфоний никаких. Считает, как будто так, Галатам 3, 28. Да и во времена апостола вместе находились мужчины и женщины. Тогда и мужчины были мужчинами, и женщины женщинами. А ныне все напротив. Женщины усвоили себе нравы блудниц, а мужчины ничем не лучших коней неистовых. То есть жеребец. Увидел, что склонились в поклоне, и надо заскочить, или что? Я говорю, как козлы лавановы. Не слыхали ли вы, что мужи и жены пребывали вместе в горнице? И такое собрание достойно было небес. И вполне справедливо, потому что и женщины в то время вели жизнь благочестивую, подвижническую, и мужчины хранили чистоту и целомудрие. Послушайте, что говорит женщина, торговавшая багреницей. «Если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». Деяние 16.15. «Послушайте о женщинах, которые, руководясь мыслями мужескими, везде ходили с апостолами, о Прискили, Персиде и о других, от которых нынешние женщины так же далеко отстоят, как мужчины от тех мужчин. «Самое страшное, когда человек не считает себя виновным в своих словах и поступках. Неужели совесть не судит?» Это кавычки закрывает здесь, наверное. Никита, я сказал правильно, не каюсь. Ну, что правильно-то? Со всеми перессорился. А теперь бежать. Всегда так. Глупость. А сейчас скрылся, нигде не видно. И третья ступенька – бежать. Вот везде одинаково. Сначала нахамить, набезобразничать. Это всегда так. Сергей Игнатов, мир вам. Как-то на занятиях по изучению священописания один наш брат повел речь о том, что коварный коммуно-сталинский режим разрабатывал план нападения на фашистскую Германию типа «Барбаросса» и готовился к войне. То, что СССР готовился к войне, которая была начата 1 сентября 1939 года, это факт. Но нет информации, кто готовил план нападения на Германию. В ходе войны зверствовали обе стороны, но осудили проигравшую войну сторону. Один священник из Одессы, пролетарей Владимир Корецкий, в Фейсбуке болезненно отреагировал на мой комментарий одной из статьи корреспондента о зверствах фашистов и потребовал домогательств, злодеяний, доказательств злодеяний со стороны Красной Армии в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Кажется, 150 тысяч женщин в одном... В Берлине было так и изнасиловано. Он как будто не знает. Сегодня говорят, прямо отдали на растерзание, насколько на неделю и все. Я не стал вступать в ненужную для спасения человеческой души полемику. Но достоверные источники преступления советской военщины в освобожденных Красной Армии территорий Западной Европы и особенно Германии мне понадобятся, чтобы отрезвить подобных батюшек, которые одобряют уничтожение противника и не хотят знать Слово Божие о попущении нам врагов. Ниже прилагают для сведения статью корреспондента и комментарий к ней. Ну вот, прочитайте здесь. Бойцы моральное право имели всю Германию и немецкий народ уничтожить. Верить, не верить, там детей насиловали. В Германии этого не было, немецкие войска нет. Другое там было, кровь убрали. Так говорят, Бог его знает. Затормозите и прочитайте. А почему? Ну раз написал я поэтому здесь. Всегда все, а как вы думаете? Я не думаю. Я не знаю. Есть поговорка «Укажет своя правда». Это о том, что враждующая сторона предпочитает говорить не о своей правде, а о той, которая компрометирует недруга. Наши воины после штурма Берлина ни одной благотворительной деятельностью там занимались. Жителям есть что вспомнить. Владимир Корецкий. Вот так союз Германии. Просто автоматизируйте и прочитайте все это делать вот так. Ну и наши ресурсы показать. Это вот «Мой мир». Здесь переписка идет. И хорошо, очень удобно. Вверху показан адрес. Кристине 2, собачка, mail.ru. Ну и дальше наш форум большой. 3029 день. Очень 1600 тем. И дальше православный видеоканал «Открытым оком». «Восвете Библии» Игнатия Лапкина. Вот можно найти. Сегодня тоже вот выставил сколько. Ну мало, но через день побольше будет. Материалы выставлены, их в любое время можно будет смотреть. Вот уже по 5 человек посмотрели. Ну вот здесь, которые совсем не смотрят. Какие-то есть такие, наверное. Да нет таких. Вот сегодня поставил по 4 человека. Ну 4-то в гости зашли. Откворяя ворота. Ну вот такое вот есть. Ну и «Восвете Библии» наш. Это православный библейский сайт. Это большой сайт. Много здесь вопросов и ответов. И все. Ну и сейчас я смотрел. Дети. И так кажется, что у нас тут было сейчас. По-моему, дети Лагерстан. Посмотреть конкретно. Сейчас я гляну, чтобы зайти именно это. Адреса. Дети. Ну да, дети. Дети. Возвращение Библии. Дети. Здесь нету больше ничего в этих. Я сейчас опять возвращаюсь. И вот нажимаю на «Дети». Тринадцатый пункт. И начнем немножко. Почитаем. Вопрос. Вот здесь я нажимаю сейчас. Вопрос 2139. Восьмой том. Ну я не знаю, как тут он не входит. Медленно. Ну вот так вот. Некоторые не советуют верующих детей пускать в школу. Что делать, чтобы ребенок не набрался всякой заразы? Ответ. Это восьмой том открытым оком. Можешь ли в школе быть светом и благовестником и не дружить с миром? Отошли уроки и сразу путь. Бегут домой. Пусть. Первое. Коринфи 15.33. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Конечно, если они были добрые. Сирахов. Тридцатая глава. Первый. Тринадцатый стих. Кто любит своего сына, тот пусть чаще наказывает его, чтобы впоследствии утешаться им. Кто наставляет своего сына, тот будет иметь помощь от него и среди знакомых будет хвалиться им. Кто учит своего сына, тот возбуждает зависть во враге. А пред друзьями будет радоваться о нем. Умер отец его, и как будто не умирал, ибо оставил по себе подобного себе. При жизни своей он смотрел на него и утешался. И при смерти своей не опечалился. Для врагов он оставил в нем он оставил в нем мстителя, а для друзей воздающего благодарность. Поблажающий сыну будет перевязывать раны его, и при всяком крике его будет тревожиться сердце его. Необъезженный конь бывает упрям, а сын, оставленный на свою волю, делается дерзким. Лилей, дитя, и оно устрашит тебя. Играй с ним, и оно опечалит тебя. Не смейся с ним, чтобы не горевать с ним, и после не скрежетать зубами своими. Не давай ему воли в юности, и не потворство не разумя его. Нагибай в выю шею его, и в юности сокрушай ребра его, доколе оно молодо. Дабы, сделавшись упорным, оно не вышло из повиновения тебе. Учи сына твоего и трудись над ним, чтобы не иметь тебе огорчения от непристойных поступков его. Это мне задают вопросы в университетах, я там делал занятия на кафедре. Три радиопрограммы и отвечал. Мануил Исмаил, житие, 17 июня. Святые мученики Мануил, Савелла и Исмаил были родными братьями, происходили из персидской страны. Родители были людьми именитыми, но не и ненаверными. Отец держался персидского неверия, а мать была благочестивой христианкой. Детей своих она с самого раннего возраста воспитывала в христианском благочестии, подобно тому, как в раннем детстве вскормила их своим матерним молоком и возрастила в страхе Божьем. А блаженный пресвитер Евноик породил всех святых братьев в бане из святого крещения и научил их Слову Божию. Вавила, 4 сентября, это житие, где упоминается, как воспитывали детей. «Чьи же это дети?» – спросил царь. «Это мои духовные дети», – отвечал Вавила. «Я возродил их благовествованием, вскормил по учениям, возрастил наставлениями. И вот в малом теле перед тобой великие мужи и совершенные христиане. Испытай, и увидишь». Царь велел отвезти Вавилу на площадь и заключить его в темницу. Отрков же призвал к себе и прежде всего спросил их, есть ли у них мать. «И мать, и отец, и учитель для нас Вавила», – отвечали дети. «Мы возлюбили его больше, чем мать. Та только родила нас, а он научает нас разуму и благочестию, и, заботясь о наших душах, возводит нас к высоким добродетелям». Но царь приказал тотчас отыскать и привезти к нему мать всех отроков. Когда же привели ее, царь спросил, как ее зовут. «И действительно ли мать она этих детей?» Она отвечала, «Имя мое Христодула». «Дети мои действительно мои. Я принесла их, как начатки моих болезней, в дар Богу. И надеюсь, что премудрая Вавила, по печенью коего я поручила моих детей, перенесет их в небесную сокровищницу». Но Мириан разгневался и повелел бить благочестивую мать по щекам, говоря ей, «Не говори так дерзко старем». Дети же, видя, как бьют их мать, говорили, «Царь обезумел и бьет мать за то, что она говорит истину». После всего царь стал спрашивать детей, как их зовут и сколько им лет. Они сказали, что первая из них, 12 лет от рода, называется Урваном. Второму – Прелидиану – 9 лет. А третьему по имени – Епополонию – 7 лет. То есть через 3 года они родились. После многих ласкательств, увидев, что дети непреклонны, мучитель повелел бить их, нанося им раны по числу лет каждого из них. Итак, первому отроку нанесли 12 жестоких ран, другому – 9, а третьему – 7. Дети мужественно терпели страдания и сожалели только о том, что не имеют больший лет, чтобы получить больше ран за Христа. «Если вы решили даже убить нас, – говорили они, – мы не поклонимся ложным богам. Единому Богу, Господу Иисусу Христу, мы служим». Вскоре царь повелел привезти к себе и вавилу, и сказал ему, «Не твои ли это вавилы, родные дети? Я думаю, что они родились от тебя, ибо своим злонравием они весьма на тебя похожи». «Воистину», – отвечал святой, – «сие отроки мои дети, не по плоти, а по духу, ибо я до сего времени не искушен плотским похотением-то и супружеской жизни не испытал». А то старая дева, там, старый мужчина, тебе какая разница? Вот стихотворение «Заботливая мать боится наказать». Моя любительная эрью. Пока еще соплями карапуза, а послезавтра он кому-то будет взять. Все качества его пойдут другим в обузу. Нельзя, такого слова ему не подсказали. А остановись, и это совсем не по нему. Стой рядом, но его как будто кто ужалит. Он не видал уздечку и хомут. Ах, ох, чужие дяди! Для послушания крепкий ранец шьют. Беда сестре и матери подстроит глазки рядом, а может, и путевку стращит им в дедприют. «Заботливая мама, кому копаешь яму? Кто не уча ласкаешь без ремня? Что? Нельзя! Поклажа легкая, не обрезайте лямку. А он уже психованный домашним не унять. Смотри!» Через дорогу он прыгает опять. Хотя ему давали наставления. По-новому покойнику родные завопят. С мешки своей замените вы похоронным пением. «И стратьте на три розги и деньги не жалеть. А одну с собой носи, как бищу пастуха, другую за столом, а третья в туалет. Иначе грех безвылазно на нем будет пахать». «Он в храме не стоит и утром не встает. И перевередничать искусственно приучился. Не щука он еще, а ласковый малек. Клиентом очень скоро будет у милиции. Растите не кормильца, в пуху всегдашнем рыльца. И, слово Божие, прописанный рецепт. Среди негодных даже он снова отличился. От телевизора потянется в вертеп. «Спать есть, вы приучили, протяжнее и побольше. Кого сегодня этим удивишь? Как, мать, не содрогнешься, что он тебя заколет? Не обольщайся, в доме неблагодать и тишь». 26 сентября 2003 года. Но их уже нету, они уехали. Уехали далеко во Францию. Вроде он какими-то программами занимается. Было время терялся, на вертолете искали. Такое что-то. Еще вопрос. 2220-й, 9-й том, открытым оком. «Если детский лагерь, негосударственная структура, то откуда набираете каждый год детей? В государственных, понятно. Там по разнарядке. Каждая школа составляет список и подает в Горано. Ответ. Каждый год мы начинаем с нуля. И когда нас спрашивают, сколько у вас в лагере детей, я отвечаю, не одного пока. Вдаем объявление в газеты, на радио РОСА. 62-30-7-20. Там давняя и добрая знакомая, начальник Дудник Елена Ивановна. И там бесплатно озвучивают несколько раз наши позывные. И мы отвечаем на телефонные звонки. 1 июня 2004 года «Алтайская правда» опубликовала. «Душа обязана трудиться». Кавычки открыты. В Барнауле идет набор, в православный детский трудовой лагерь «Стан». Лагерь существует уже 30 лет, а теперь уже 45 прошло закрыт. В нем отдыхают ребята разного возраста. В лагере «Стани» даже нет возрастных групп. Слава Иисусу Христу! С Богом! В лагере «Стани» даже нет возрастных групп. Все ребята веселятся и трудятся вместе. Начальник детского лагеря «Стана» Игнатий Ихович Лапкин говорит, наш лагерь уникальный. Здесь нельзя ругаться, обижать друг друга. Наши подопечные много времени проводят на свежем воздухе. Учатся сами печь настоящий русский хлеб, доить коров. Все игры и конкурсы у нас подобраны специально, чтобы дети учились понимать друг друга, уважать и любить. В нашем лагере строгая дисциплина, поэтому родители могут не опасаться за свое чадо. Чтобы записаться в лагерь, нужно обратиться по адресу. Город Барнаула, 16, улица 2-я строительная, 62-16, телефоны 24-38-46-62-81-37. Это 72 155 экземпляров газета. Кроме того, подобно же печатали в вечернем Барнауле 8 тысяч экземпляров и другие газеты. И было не более 10 звонков. Как правило, первый вопрос, а это за деньги или бесплатно? Бесплатно. Необходимо, чтобы ребенок был верующий. Неверующих мы не можем взять, чтобы ему не было тягостно на молитве. И так каждый год с нуля. Бесплатно. Знаете, не государственный должен накормить, напоить, обслугу держать. Бесплатно. А тут у русских как? Не просто как, а бесплатно. Еще вопрос 2221. Имеет ли право христианин отдыхать? И нужен ли человеку отдых? Если ты живешь в деревне, держишь коров, то должен ежедневно доить их, сепарировать молоко и так далее. Круглый год, воскресенье, без отдыха. Ответ. Именно так и трудились все патриархи и жители деревни. Это компенсировалось свежими продуктами, добротным воздухом, общением с природой. Как-то подменили друг друга, ездили в гости, были праздники. Подменяли. Подоил корову, проводил скотинку, и ты свободен. Никто никогда ни о каких отпусках в деревне их и не слышал. Яков рассказывает о себе. Бытие 31-40. Я томился днем от жары, а ночью от стужи. И сон мой убегал от глаз моих. Наша мать и отец и деды прожили всю жизнь в деревне, и ни одного дня в отпуске не были. Яков 5-10. В пример застрадания и долготерпения возьмите братья мои пророков, которые говорили именем Господнем. 2 Фессоникистам 3-8. Ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работой ночи день, чтобы не обременить кого из вас. Интересно, вот у меня мать 12 детей родила, 12, 10 живых было. Сколько же работали? Вручную там 10-12 коров подарить утром, вечером, в обед. А ночью поездка, и тогда идти на ток. Крутить клеветон. Две женщины вручную крутят, чтобы зерно отсеивать. Там прям на ворох упадет и уснуло. Прошло часа полтора-два, все, в Сталина глянули, если туч нету, все, там, Кишиде, это созвездие Орион. Они видят, на какой они стороне, и идти надо, да и идти дома. Отец инвалид, без руки, бабка ее по 90 лет жила. Сама мать при такой жизни 86 лет. Вот как. Благословляю вас. И кто вас прикословит? Плодитесь, наслаждайтесь, наполняйте. Не только мир земной, а обители у слова. Хомут ваш потный, как и у коняги. Благословение на пищу и питье, чудесно вкусное, умножится не раз. Все тягости и жар разделите вдвоем. Лицом отступника, чтобы не ударить в грязь. Однажды изреченное не меркнет, не гаснет. Под злою зло и забвение. Есть столько способов избавиться от смерти. От временной, конечно. Тем не менее. Земля родит и плодоносит нивы. С благодарением выжить из виноградной кисти. Приемлем наказание по одиночке ливни. Поток неоцененный из тысячи амнистий. Мы в повседневности забыли удивляться мироточения, милости законов. Заложенных в природу нам на счастье. Все разгадать не хватит Соломонов. Благословенной мыслью из Писания и смыслом неразгаданным пророкам. Меж единым, вечно полюсами, плодоносят меридианы в сроки. Благословить хвалением Иегову, творца-зиждителя благословенных внуков, что изобилие в климате суровом, на равновесе при сезонах хрупких. Чудовищно не стали удивляться. Без восхищения ртом хватаем полным. Отступничество глаз в могильной краске. От зеркала кривого в нем осколок. Благословение духа и воды переполняет чудом осознание. Без Бога нет орлов, одни кроты, зарывшиеся меж тремя соснами 3-7-го 2004-го года. Ну, на сегодня этого хватит. Продолжение следует...